Давайте начинать. У нас сегодня второй день первой недели. Вчера мы с вами рассмотрели, начали рассматривать, что такое джава, как с ней работать, что для этого нужно. И начали с вами рассматривать примитивные типы данных. Кто напомнит, какие примитивные типы данных? 1, 2, 2, 2, сколько их всего? 8,5. Чар, 0, 4, 5, long, 6, short и double. В чем отличаются они, как бы, занимаемые памятниками? В принципе, какую информацию мы хотим в них хранить. То есть, если это целочисленные типы данных. Это либо Byte, Short, Pink, Long, в зависимости от диапазона чисел, какие мы хотим хранить. Если это чисто сплавающая точка, это Flow, Double. Если это булевский тип, то есть, да, нет, там все просто. Chart, символы хранить. Посмотрели некоторые... Скидывал, да, она в домашке есть. Сейчас я покажу. В домашке вот файлик. И конспект лекции находится вот, на Google Drive, в Google диске. Да, есть. Потом работа с консолью. Пару ссылок на ресурсы. Пару еще, да. Dreams.com.true. Дижественная. Dreams.com.true. Да. Да. Он что-то называется. То есть, операции с типами данных. Мы рассмотрели с вами бинарные операции. То есть, это самые простые математические. Унарные начали смотреть сейчас, досмотрим их до конца. Также посмотрели то костирование, то есть, переход одного типа данных в другую. На расширение работает все отлично. То есть, на сужение надо уже быть осторожным, так как можно обрезать данные. Так, остановились на нормальных операциях. Это инкремент и декремент. Да, абсолютно верно. То есть, если нам нужно наши переменные увеличить на одиночку, мы ставим имя переменной, два плюсика, точка запятой. Все. Самый простой способ написания. Такой способ будет у нас встречаться в циклах, когда мы будем шагать вперед, коротко и просто. Отнять с точностью все так же само, только минусы ставим. Правда, есть тут нюанс. Есть постфиксальный, есть префиксальный. То есть, префиксальный это тот, что идет до переменной, если ставится плюсы и минусы. Вот помним, вспоминаем школу, там строение слова, там, префикс, корень, да? Там, суффикс, ну, префикс, до. И постфиксальный, то есть после. В чем между ними разница? Как они будут работать? Давайте рассмотрим наглядно такой пример. Я создам, наверное, уже новую папку. Ну, да, иди вон. И... Как мы начинаем нашу программу, какие ключевые слова Я хочу создать переменную типа, целочистенного типа, присвоить ее значение 25. Как мне это сделать? Я называю тип данных сначала, который мы хотим сохранять. Имя переменной. Пускай это будет у нас а, знак присвоения 25, точкой запятой. Все выражения заканчиваются точкой запятой. И хочу создать переменную b, которая у меня будет равняться а, увеличенную на 1 и вывести в итоге b. То есть такой вариант. Давайте сделаем что-то наподобие. Только создадим переменную c и переменную d. Переменная c и переменная d. только единственный нюанс. Мы сделаем вот такую вот штучку. Тут сделаем вывод a, и тут сделаем вывод t. Перемещаем вверх. Мы можем поместить текст. То есть вывести не просто переменную, а какой-то еще текст на вывод добавить. Как это сделать? Если мы размещаем текст, мы открываем кавычки. Пишем а. Пусть он у нас равняется. И связываем нашу переменную с текстом с плюсиком. Эта операция называется конкобинация. Тоже самое не сделаем. fb. Давайте рассмотрим код, что тут будет происходить. То есть я создаю переменную a, она равняется 25. Создаю переменную b, присваиваю ей значение a плюс плюс. И потом выложу на экран a, после изменения, и b. Тоже самое аналогично я делаю с переменными c и d. Только если в случае a я использовал постфиксальный инклемент, то в случае c я использовал префиксальный. У нас будет какой-то вывод, я думаю он будет немножко разный. Кто как думает, что произойдет? То есть чему будет равняться переменная a в выводе? Сколько? 26. Переменная b? А будет 25. В будет 26. Хорошо. Переменная c. c. То есть тут будет 25-26, тут будет 25-25. Наоборот. Почему так? Вспоминаем. ценарная операция. То есть если мы записываем вот так вот. Это будет равносильно либо этому, либо этому. Мы перезаписываем переменную. Она в любом случае перезапишется. Просто это не указываем явно. то есть мы пишем так, но мы это подразумеваем, что мы берем a, прибавляем k единичку и перезаписываем a. то есть весь этот код. То есть весь этот код. Вот я так вот выведу. Оно все одинаково. Это равняется этому и равняется этому. Просто два документирован. То есть по сути если разобрать вот это вот предложение в плане b, то что происходит? Я беру a, добавляю 1, перезаписываю a. И тут маленький нюанс. У нас идет отличие с префиксальным и постфиксальным. То есть если постфиксальный инкремент и мы пытаемся присвоить это куда-то или сделать с ним что-то, то мы берем a и перед тем как увеличить ее на единицу либо отнять на единицу, мы делаем это присвоение переменной b. То есть оно делается до того как перезаписываем. Да. Даже до того как плюсуется. то есть у нас происходит вот так вот. Я взял a, сказал что b равняется a, присвоил единичку a и перезаписал a. То есть b у меня было. Вот я беру a. Сколько у меня? 25, да? Я присваиваю это 25b. Потом я беру a, увеличиваю на единичку, а у меня уже равняется 26. И перезаписываю это 26 значение a. Прошу вывести на экран a. А у меня будет равняться 26, b будет равняться 25. То есть вот он, вывод на экран. a 26, b 25. В случае если мы работаем с трефиксальным инструментом. мы берем c, увеличиваем c на единицу. перезаписываем c. И уже после этого говорим, что b, d точнее, будет равняться c. То есть порядок выполнения этих действий. Мы сначала b присваиваем a, потом увеличиваем на единичку. Слева направо. При префиксальном мы идем справа налево. Мы сначала c увеличиваем на единичку, перезаписываем. И потом присваиваем d. И в итоге c у нас будет равняться 26. Мы 26 присваиваем d, тоже будет равняться 26. Все аналогичные операции будут происходить и с отниманием на единицу. Декременно. Все такое же самое. Это просто... Да. Это такой нюанс. Его, как бы, многие не обращают внимание. Оно, порой, что так, что так работает. Но есть моменты, когда это очень важно. Вот этот момент присвоения. Это будем встречать. Там, в рекурсе, он очень хорошо просматривается. Поэтому вопросы есть? Да. Главное. То есть говорите сразу, чтобы помочь не возвращаться. Хорошо. Это мы с вами рассмотрели. Давайте двигаться дальше. Что у нас тут плавно идет? То есть операции связи. Что это такое? Это когда мы сравниваем два каких-то смещения, и нам будут возвращаться либо да, либо нет. То есть тоже в школе встречали. И вот школьные операторы, да, математические. Равно. В Java символ равенства два знака равно. Меньше аналогично, больше аналогично. Не равно. Ставится знак восклицания. Знак равенства. Больше-меньше. Больше равно точнее. Меньше равно. Все очень просто, да? В принципе. Ну чуть-чуть отличается от школьной программы. Но... Но равно-равно это сравнение. Да. Абсолютно верно. Давайте сейчас попробуем и смотрите. Если мы берем два каких-то операции, которые происходят с, допустим, с числами, да? Но на выходе что мы будем получать? Какой тип данных? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Давайте сейчас на примере рассмотрим и... Скажите уже. Лучше мы будем. Да. А. Пробудем. Мы все равно сравним. Допустим. У меня есть переменная. A будет равняться 30. Переменная B будет равняться 15. Я могу банально спросить. А. У меня будет больше. B. Ну и надо, как бы она будет говорить. Это statement. Больше Boolean. Да. То есть мы должны получить либо да или нет. то есть мы это значение должны присвоить в Boolean. Все. Он перестает ругаться. Можем этот Boolean вывести на экран. Такой будет был ответ. TruePol. TruePol. В данном случае будет true. Верно? То есть выводим true. Смотрите, как можно делать. Можно либо вывести answer, можно либо сделать вот конем и сделать вот так вот. То есть мы не обязаны присваивать это значение какой-то переменной. В чем плюсы, в чем минусы? А. Там дальше с ним можно работать. А. Абсолютно верно. А. Если тебе надо просто сравнить и сразу вывести, больше работать не надо. Да. Если вам надо будет работать с этой переменной, ну, с этим значением, которое вы получите, то вы присваиваете ее какой-то переменной. В случае, если вы просто единожды хотите показать пользователь или вывод на экран, то вы просто выводите его. И все просто. В. 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 выводы trueFall true что еще такие? больше меньше там там больше равно больше равно там в принципе все очень просто булевский тип бывает либо true, либо false с ними тоже можно работать можно как-то их между собой сравнивать смотреть то есть тоже какие-то операции это логические операции с булевским типом вот они перечислены вертикальная полоска оператор называется или и исключающие или не но это сокращенные варианты или и почему сокращенные рассмотрим дальше тогда по сути они на больше выбраны рассмотрим также можно сравнить проверить на равенство и на неравенство тут в примере указано у нас есть переменная а и переменная б если мы будем делать операции с оператором или то какой результат мы получим на выходе то есть давайте смотрим коротенький конспект коротенький конспект да и заходим в google logical operations и ретинки и спут то есть в чем суть логических операций у нас есть булев а а а а а а а булент b это как будто да что мы сможем с ними сделать можем их как бы сравнить между собой это как бы и будет фоцилинг Para сравнить можно несколько видов это вертикальна или или вертикальная полоска в вертикальная полоска это у нас будет вертикальная полоска это Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если A или B будут равняться true, то на выходе мы получим true. То есть, если A либо B у нас равняется true, то на выходе мы будем получать представление двух этих переменных true. Давайте посмотрим... Мы имеем boolean A у нас true, boolean B. Пускай у нас будет false. Ну и сделаем... сравним A или B. То есть, надо присвоить какому-то типу данных... Либо поместить в SystemAuth... Я его через SystemAuth делаю... По сути, какой у нас здесь будет вывод? True. Вывод будет true. То есть, мы спрашиваем... То есть, мы спрашиваем... Или B или A кто-то из них действительно true? Нам возвращают да. Если оба будут false, то и вывод соответственно будет false. Если оба будут true, то вывод тоже будет true. То есть, можно посмотреть... Вот у нас есть A, есть B. False, false, дают false. True, false, дают true. False, true, дают true. True, true, дают тоже true. В случае... И все чуть-чуть сложнее. В случае true, если они работают? Да. Надо пишеть, что не нравится. Можно и два, и один. То есть, мы этот рассмотрим вперед. Там тоже есть свой нюанс. Не хочу забивать наперед, чтобы пока не забивать никому голову. То есть, рассмотрим. Она тоже так может... Да, но есть жесткое сравнение и не жесткое сравнение. Если... Если оба true, то возвращается нам true. В другом случае... В другом случае... Будет возврат false. В другом случае... Будет возврат false. Ну, да. Можно даже сказать... Севдо язык программирования. Севдо код. Т.е. По сути... Давайте сделаем... А... Сюда. В данном случае... Какой будет вывод на экран? ... Какая будет... Струкер. У нас два. Развещение. В данном случае не будет. Ну, это можно играть. если ставим false один из них то при сравнении или будет true достаточно одного значения достоверного при сравнении и будет false потом шоу тут все просто равняются ли значения друг другу если а будет равно b то возврат будет да в другом случае будет false как это проверить как сравнить альбур да такой будет на экран вот наша переменная вот будет false ну и а у нас равняется а не равняется все просто все просто все просто а здесь все эти фикторы какие то да мы их не будем использовать то есть тут все наоборот и главное чтобы они были разными то есть если а и b будут разными тогда будет возраст true если они будут одинаковые то будет возраст true короче xor это обратная информация да и xn это обратная информация да это должно быть то есть то есть то есть то есть ну при условиях если он выполняет упражнение то есть ну не ну не ну короче то же самое что есть спор пока результат будет наоборот по поводу логических операций смотрите мы имеем дело чисто с булевским типом да с булевским да а мы можем уже сюда поместить какую-то операцию сравнения и на выходе получим же булевский тип да а потом уже эти булевские типы сравнивать между собой так давайте посмотрим где новый пак чтоб не мешать всех кучу посмотрим такой вот пример комбинированной краской сделаем допустим у нас есть переменная а 12 да переменная b будет равняться 18 есть также переменная c будет равняться 0 минус 56 переменная d будет равняться минус 56 создадим булевский тип который будет сравнивать а больше b с и в итоге и в итоге и и в итоге вот так и да можно комбинировать все Ну тут, смотрим, программа выполняется сверху вниз. Давайте рассмотрим, что переменный 4 я создал, присылал значение. Создаю вылистку, типа переменную, ансвер 1. Присылаю значение a больше b. Такое значение присылается в пол. Создаю переменную ансвер 2. Мы говорили, что цена равняется d. Создаю пятерый круг и сравниваем между собой эти две переменные. Или матом, то есть, какой будет вывод, который будет круг. В принципе, все верно. Если у вас будет круг, можно сравнивать еще таким образом. Не создавать отдельную переменную, и сразу писать их операцию. То есть, такой вот вывод тоже возможен. Можно это все обрамлять в скобки. Если сложно пока читать ход так, то есть, ход будет выполняться блоками. Мы сначала сделаем эту операцию, узнаем вывод, потом сделаем эту операцию, а потом сравним их между собой. То есть, ответ будет аналогичным. Значение никак не поменяется. Эти вот все будут у нас использоваться в наших блок-схемах, какие-то else. Там мы будем спрашивать, что это. В принципе, будем понимать, какие выводы. С этим есть вопросы? Ну, пока смотрим, как оно все делается. То есть, как создаются переменные, как они являются, как можно это сделать. Сейчас уже ближе подойдем к более таким операциям. Что мы делаем? Что мы делаем? Да, пока. О. Это вот уже интересная тема. Мы рассмотрели с вами бинарные операции, то есть, металлические типы операции, но мы их делали все с одними типами данных. То есть, мы делали инфейсентами, даблами, даблами, то есть, более-наполеем делали. А что будет, если мы будем один тип данных сравнивать с другим? Ну, сравнивать, а проводить какую-то операцию. То есть, тут тоже такой тип данных мы получим на выход. В этом случае, файдинг переводится. А? В этом случае, файдинг переводится. Да, да, да. То есть, у нас есть переменная а пунктового типа 12, и есть переменная типа дабл. Да, равняется 11.9. Есть переменная типа лоу. Скоро будет прогнаться. Есть переменная типа лоу. И вот 4 типа данных, да? Там это говорится. Что я получу на выходе, если я попытаюсь сделать D умножить на А. давайте думать по логическому. Да, 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 да. Но приведется к дабл. Но приведется к дабл. Почему? Потому что там клава еще тоже. Сколько места занимает дабл? Не знаю. С этой ячеек до памяти поднимемся. Инт 4 байта памяти, дабл 8 байта памяти. То есть, по логике вещей, если мы больше с меньшим будем справиться, то в итоге у нас будет все больше. Если я принудительную, не запихнула дабл? Ну, да. Инт С не хочет. Наводим. А оно обожжение скомпилирует. Да. Ошибка компиляции будет. То есть, есть 2 типа ошибок программирования. Это ошибки время исполнения и ошибки компиляции. Ошибки компиляции. Это, допустим, когда работает ваша программа и вы просите пользователя ввести какое-то значение, ваша вся программа заточена под работу с интами, пользователь вводит дабл и у вас все падает. Хотя программа скомпилировалась и запустилась. То есть, ошибка во время работы в самой программе. Да. Время. Ну, это всегда нужна условия профессии. Программник, если он будет вводить что-то другое, значит, мы будем вводить. То есть, если мы пытаемся в дабл сделать, все будет. То есть, как эти типы между собой взаимодействуют? Вот такая маленькая схемка. Если у нас есть инт, ну, иерархия сверху. Если один из операндов будет дабл, то в итоге мы получим дабл. Если дабл нет, то идем дальше. Смотрим. Если один из операндов флоу, то в итоге должно быть флоу. Есть флоу, По приоритетам. Если нет, то не дабл, то идем флоу. Посмотрим дальше. Есть флоу. Ну и дальше есть инт. То есть, он сам визжен. Да. Просто байты, шорты, чарость, к ним, как бы, по умолчанию, вот эти вот, бинарные операции, они к ним не свойственны. Они свойственны для типов, начиная с льда. То есть, да, мы можем байт умножить на что-то, но мы в итоге всегда должны получить пинт, минимум. Совсем два разных типа данных. по логике жизненные примеры. Дбойко. Да или нет? Да. Все жизненные примеры. Тут нету там каких-то сверхразумов, где, например, если мы напишем в нашем коде «Inc», а потом, ну, после присвоения уже «Inc» в скобочках она оброжит его «Inc». Ну, вместо «Wc» «c» и обратно «Inc». А, а после знака « равно» в скобках написать «Inc» «Urbany» «Inc». Как она будет операция происходить? Условно, все будет происходить таким вот образом. Мы сделаем вот эту операцию на выходе получим дабл обрубаем ее кинку и присвоим ее сюда вначале произойдет операция D умножить на A а потом она перейдет в другую тип дабл давайте попробуем сделать так D ага да мы выведем в одно спросе какой будет пилот на этой операции вот вывод дабл да а если я его обрубаю кинку какой будет пилот то 40 тысяч точно то есть будет 155 или 154 он его обрубит или обрубает 143 а это значения какие как у меня написано 12 13 и 11 9 может подробнее почему а ну не знаю не знаю не знаю да да ты скорее всего делаешь а он если так ты а потом он умножает на A он сначала обрубал в один а потом он поменял а если кто-то закрепит и тема оно же не округляет смотри если б оно округляло то был вывод 155 а вот вывод 7 9 9 9 9 оно просто берет напросто его обрубывает нету определения то есть сколки тут уже лишены конечно где вы их ставите то есть да вот такой вот вывод мы делаем D переводим в down давайте я сделаю вот так вот более явно а оно даже смотрите подсветило серым int потому что а уже является интоном она говорит кучу а ты сделаешь бесполезную операцию но double на int дает double я пытаюсь присвоить к этому то есть вот так вот поначалу берите все в скобки отделяйте все автоматические операции скобками чтобы более менее визуально смотреть кто-то что-нибудь так делается можете брать листочек расписывать все по порядку по действиям как все происходит да будет что-то не так происходить что-то не так будет но это нормально то есть на ошибках все учимся хорошо давайте посмотрим ссылочные типы да сейчас мы с вами просмотрим несколько ссылочных типов данных первое это стрим строка какие функции строки допустим 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 я вот вас попрошу вывести на экран создать какую-то переменную и запихнуть на нее свое имя и вывести это переменную на экран сейчас мы это сделать можем только через чар правильно мы можем взять свою каждую букву имени присвоить присвоить какой-то переменную типа чар и вывести на экран подряд давайте попробуем так делать удобно 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 то есть понимаем да как это делается да ну давайте сделаем вдруг нанесовать каждую букву да каждую переменную да свое имя берете создаете переменную да ладно надо учиться печатать но введение а кстати по поводу переименования бывают такие моменты что вам надо переименовать какую-то переменную что-то переименовать да и в итоге если у вас эта переменная встречается 40 раз в ходе то надо будет ее искать каждый раз и переименовать да не очень удобно для этого есть такая удобная штучка можем вот я неправильно чуть-чуть наименовал имя нашего класса да я хочу OR точнее RED сделать большой буквы но помним что это имя и имя файла должны сбегаться то есть мне и тут и тут надо переименовать как я могу упростить эту задачу я навожу допустим на файлик правая кнопка рефактор рефактор и name ну может быть так вот например в самой форме и она уделит когда то есть какие-то нормальные шансы используются не всегда ну оно не всегда так делает зачастую у нас будут ошибки в лагере допустим он будет иметь переменную а двадцать раз ее искать в коде и переименовывать ну пожалуйста можно но можно банально пропустить где-то не заметить но это с именованием пайлика то есть я переименовал пайлик тут переименовалась и здесь но с переменными допустим так а когда я сейчас делаю на 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 пишем то что я хочу я хочу взять переменную букву и присвоить ее внушение и вывести это на можно банально копипаст нажимать чтобы продублировать строку которая находится выше есть такой замечательный подкей наводите на строку которая хотите продублировать нажимаете ctrl d она у вас ниже появляется наводить там курсору да чтобы удалить строку ctrl y после этого что мы делаем по поводу переменных помню что имя переменных уникальное два раза создать одну и ту же самую переменную если вы хотите перезаписать просто указываете имя и присваиваете новое значение как вывести все это дело на экран можно сделать вот так вот можно сделать вот так вот можно сделать это есть два варианта написания смотрите если кто не лазит видим область экрана можем перенести на следующую строку пробелы enter компиляторы их не если да если вы указали в стопках выведены на экран то будет пробел если не указали просто входит включается то еще страшный третий идет дай свой список на экран и выводит почему не выводит почему не выводит что произошло он перевел явно чар вы помните что на каждом символе скрывается какой-то номер что почему меня выйдет ты так выводил через время в одну строку да ты сначала пересворил это я когда писал текст он писал я бессознательно сделал правильно то есть если я попытаюсь напишу какой-то текст да идем работает слева направо да то есть я сначала беру числовые значения прибавляю и потом их перевожу в текстовую форму аналогично я сначала пишу какой-то текст для текста не существует математических операций мы не можем букву рисовать и сразу если мы начинаем работать с буквами или присылать перемен или каким-то образом объявить что это будет так таким с чарами тут не будем работать яблок в текст выводить да если ты хочешь вывести чисто чарт то да надо будет приравнивать его к тексту ну ну просто мы когда делаем математическую операцию оно выглядит таким образом образом а мне не должен быть что это бывает сколько скоб надо сколько скоб то есть мы сказали что сделай нам вот это все а это делим да да ну тут уже такая приоритет исполнения разных действий идем тут слева направо если мы ставим скобки то исполняем скобки переводим в текст ну писать таким образом предложение как бы неудобно да каждую букву какой то текст написать не очень классно поэтому придумали такой ссылочный тип данных стрим который записывается текст почему он ссылочный тип данных потому что мы как бы сразу не можем выделить под него какую то память текст может быть как и одна буква так он может быть и пустой так может быть и целая книга поэтому сразу определить сколько там будет символов стрим помещение официальное помещение памяти вашей оперативной а нет нет количество символов которые от нуля до самой не хочу как создать стринг стринг можно создать несколькими способами то есть по логике вещей это будет происходить если это стринг то мы должны объявить тип данных тип данных стринг как мы переменные имя какое то в данном случае я хочу сохранить имя я даю имя переменной ну и плюс какое то значение прославить в отличие от чаров стринг заключается в двойные кавычки пишу весь текст который мы каким-то листы писать на депсминде две слова стринг если здесь все да то есть первый способ мы создаем тип данных указан имя нашей переменной а здесь тоже именно в двойных скобках в кавычках или можно на двойные скобки открываем скобку ставим какое то значение закрываем скобку точкой это у нас первый способ как можно еще создать да ареи мы еще не проходили можно создать явно мы можем сказать тип данных стрим дать какое то имя имя придумываете сам потом пишем ключевое слово ключевое слово у нас новое называется new так это стало я хочу создать новую строку открываю скобки круглые скобках кавычки и внутри этих кавычках включим какое то измечение скобки ну могу сказать стрим ню 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 стрим у нас и слово стрим после ню сразу просто должно пробелось почему возглавить стрим после ню пробелы мы программу не видим вообще а главное чтобы ничего не было помимо пробел есть пробелы в кавычках только единственное что смотрите оно выделяет желтым цветом это нерекомендованный способ создания переменной стрим почему давайте рассмотрим на примере визуализатора и по и м м и и это тоже как и после до 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 Угу. И там как-то так, что за новостью происходит. Я только не знаю, в чём смысл это. Сейчас расскажу, если явно. Кто-то ещё Джаварас читал? Проходил? Далеко пришли? Да. Я не скажу так. Ну, что же забыл. Ну, там задачки можно решать? Объясняют они кто с вами. Да. Иснение вообще не такое. Норм. И при том, ну, часто на видео смотрел ошибки. Вы знаете, какие бывают? Что примитивные, а потом сразу вверх атак переходит? Ну. Как всё происходит? Я вчера вам говорил, что есть область памяти HIP. Сейчас мы его рассмотрим. То есть есть две области памяти. Frame, он же Stack и HIP. Тут он Objects называет. То есть объекты наши будут создаваться уже в другой области памяти. Стринг это уже есть объект какой-то. То, что существует само по себе. Что можно взять? С ним можно как-то работать. Он умеет уже что-то делать. То есть это у нас будет объектом. Как создаётся? Я что делаю? Я создаю переменную типа name. Имя, ну, сама переменная у меня хранится в области памяти Stack. И в ней записываются, в отличие от примитивных типов данных, не значения, а ссылка на значение. То есть само значение будет храниться в другой области памяти. Сама моя переменная будет хранить ссылку на это значение. Но ссылка занимает всегда стандартное место. Какое-то излучение. Да, я тут что одно слово. Что целый текст. Ссылка еще там. Что там будет занимать одно и то же самое место. В объёме. Как еще? А можно еще? Ну, смотри, как это. Я буду так раскопить. Ссылки? Ну, вот. У нас отдельно создаётся объект текстом, а отдельно мы отсылка в кодер. А где находится на рабочем столе? А где находится вашей папкарте? Текст. Ну, вот у нас есть оперативная наша память. А это компьютер? Да. Всё в компьютере. Всё в оперативной памяти есть. Либо нажав с компьютером, в зависимости от того, что как-то работает. Ну, в основном всё в оперативной памяти. Тут вот обжекты. Оно потом перезаписывается. У нас есть определенный образ памяти. У нас есть фрейм. У нас есть хит. Есть хит. Еще включать стек. Стеки хранятся. что сюда входит? входит как как сами переменные так и их значения но если мы работаем с reference types на фрейме хранится переменная плюс и ссылка само значение хранится в хипе то есть по памяти фрейм приблизительно один мегабайт можно свободно схватить переполнение памяти создавая переменные а там динамические сколько нужно берешь или максимально берешь по умолчанию 256 512 по умолчанию можно расширять ну что то что то можно расширять переводится так и переводится а хип куча хранится данные на них тут полно но мы имеем ссылку у нас есть какой то телевизор да банальный телевизор тут он что то показывает а во фрейме у нас пульт на этот телевизор пульт он может сюда доступаться по ссылке в чем плюс а значение может быть как одним словом так и целым ну занимать очень много места да стэк мы же не можем запихнуть в ключ огромные тексты ну чуть-чуть передаем мы можем хранить ссылку ссылка что на одно значение что ну одно слово что на один текст будет занимать одинаковое место поэтому вся игра с памятью то есть это структура виртуальной машины джава ее так придумали так написали я думаю она чего-то опалкивались и устроилась все это написание по поводу создания разных ссылок смотрите как оно может происходить почему есть некоторые типы создания не рекомендованы я создал name1 name2 артём допустим я хочу создать name3 name3 и присвоить значение снова артём как она будет происходить как она будет происходить одинаково она значение проверяется при компиляции при исполнении времени это миногалый текст абсолютно она просто делает на него ссылку а не перезаписывает по сути по сути это будет то же самое что стрим name2 равно name3 то же самое да можно будет в принципе так и сделать а если я уже написал артём 1 например то будет отдельная ты уже изменил то есть можно сделать стрим name4 и прогнёмся name3 то есть какая игра тут вы играетесь уже работаете с этими ссылками так порой может подвисать за интернетом может падать но если какая-то ошибка в синтаксисе она показывает и показывает место то есть это изолизатор name3 name4 то есть всё просто в случае если мы создаём такую вот штучку то есть у меня Женя уже есть да когда я говорю new string Женя я говорю я знаю что у меня может быть встречался Женя но я хочу создать новый выделить памятник области и сунуть туда Женя в итоге я создал new name Женя отдельно поэтому вот этот способ написания он не рекомендуем так как вы тратите свои ресурсы лучше просто создать переменную сразу присвоить не создавая новое что это же ладжаварс и у меня тоже у меня холора взрывалась но это со стрингом это с этим типом данных существует там по-другому может нет int 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 лонг если использовать их можно использовать как reference type тоже их можно хранить в хипе они тоже будут делаться но если вы будете писать свои какие-то объекты сами придумывать мы это будем сделать то тут уже так просто не сделаешь можно обойти но так уже просто не будет вы будете каждый раз создавать новые объекты почему со стрингом можно так работать допустим я хочу сделать name 2 что мне будет равняться name 1 я выберу и скажу скажу что не будет равняться я 2 5 5 5 5 6 7 Что будет дальше? На M2 чему будет равняться? На M2 будет равняться ЖМ. 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 Стринг это по сути неизменяемый тип данных. Как бы если с примитивными типами данных, когда мы создали переменную A, она будет равняться 4, а потом мы сказали, что A будет равняться 6. Что будет происходить в области памяти? Давай тогда положить напряжение, что B равняется A, а потом A равняется 6. Как мы со стрингом сделали, то есть создать еще B, присвоить ему A. Смотри, тут оно чуть не получится, они это не визуализируют, но я расскажу как оно происходит. А что именно? Ну, тот, кто писал этот визуализатор, он полностью такие нюансы не предусмотрел. B равняется A, да? А, не объявил. Видите? Если что, ошибочку напишут. A тоже. Он уже объявлен. Да. Если вы второй раз работаете, сейчас он спросит, была какая-то ошибка, не пятипериод по ней сообщить. Ну, я как бы говорю. По моей вине было, вообще не надо бы еще сообщать. Дальше. Создали A, создали B, A. Видите? У нас как бы с синтами 2. Они не ссылаются на одну тоже самую ячейку. Создается каждый раз две ячейки. И A, и B. То есть, они не смотрят на одно и то же самое значение. А мы можем там A, U, IN? Да. Когда мы сделаем уже хитры, только там будет IN, там будет IN. У каждого примитивного типа данных есть своя оболочка внешняя. Это оберточка, которую мы можем его обернуть в ссылочный фикзам. Это мы можем делать, и да. В чем плюсы, в чем минусы? С reference data types и с ними нельзя работать все операции математические. Сложение, умножение, деление. Со сыром. Да. Оно все идет чисто для примитивных фикзам. А ссылочная у них есть методы. У них есть функции какие-то. Мы можем писать какие-то свои функции. У примитивных типов данных нет своих функций. То есть, мы это все рассмотрим. Давайте чуть-чуть дальше. Рассмотрим. Дальше я пишу name. Давайте знаете, как это делаем? Я вот беру name. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 6. Витя. Это как бы тут все происходит. На самом-то деле, как оно все происходит. Name. You. Женя. Я создал Витя. Как бы эту ссылку перенаправил сюда. Этот Женя он остался в памяти существовать. Там фитерно живет. Да. Как бы да. Мы потеряли доступ к нему. Мы не можем к нему никак обратиться, потому что ссылка на него была обрублена. То есть он попадает внутрь, и Женя потом на него сразу наберет. Да. Как бы Она его не подчеркивает, что она как бы не подчеркивает. Аааа нет. Да. Я имею ввиду само значение вот эта вот Женя непеременная name. Name у нас существовало, и она как бы смотрит на Витю. Но вот это вот значение Женя он пропал. Он где-то не добраться уже до восстановления значит не так. Нельзя его восстановить. В Java есть такая штука гарпич коллектор и сборщик мусора. Вы читали, преимущество Java это с мусора, да. В тусах вы если выделяете какую-то память под что-то вы потом должны ее забрать. В Java такого нет. Java сама витальная машина думает об этом. Если у вас переполнение памяти приходит такой добрый сборщик мусора и чистит эту память. То есть он убирает все вот эти вот висчащие непонятные штуки. На самом-то деле оно автоматически как бы убрали ссылку оно не удаляется. Оно удаляется только в тот момент когда идет переполнение памяти либо вы можете вызвать сам гарпич коллектор. Но структура GVM такая, что он не всегда может прийти даже если вы ее вызваете. вот такое. Интересно наверное вот это. Второй сайтинг ну своей жизнью живет. Вышел уже в нашем доме помолчать? Да. Ну вообще как бы да. с выделением памяти в Java можно как бы жить спокойно, не переживать. Это очень надо постараться, чтобы все завалить. Ну это вот такой вот стрит reference type. Создается он очень просто. Вывести на экран можно передать ссылку, ну передать вот эту переменную. Она уже автоматически перенаправит на ссылку и значение выведет ее на экран. Ну в принципе по стрингу поначалу все. У нас на следующей неделе будет подробно рассматриваться. Сейчас. Достаточно будет сделать под домашнюю. Да. Давайте сделаем переменку по 10 минут. Можно под домашнюю эту росту? Конечно. Сейчас. Сейчас. Поддержим. Ну это задолжено. вторую часть. Мы рассмотрели стринг. Еще в простонародье называется строка. способы написания строки. Создание ее. Есть еще другие способы. Но мы массивы пока с вами не проходили. Поэтому мы не рассматриваем его. Пробуем вывести на экран. то есть везде будет Женя, 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 Женя. Единственное, что тут когда я вывел шар, использовал принт, надо перебросить каретку на другую сторону. Я могу пустой систем. Аутпринталент сделать. Женя, все будут на разной строке. То есть такой вот систем. Аутпринталент тоже можно делать. Можно делать еще вот таким вот образом. Либо можно еще конкобинировать таким вот образом. Эта штука называется escape последовательность. Не бывает разного. Можно табулировать, переносить, звуки делать, экранировать кавычки. Допустим, чтобы вывести что-то в кавычках. Вот так вот. Оно не получится. Он не знает как разделять кавычки. Их надо тоже экранировать своего округа. С его уровня. И все. Увести вот в кавычках. Ну это уже... Были, да? И последовательные. Ну хорошо. Ну и гугли можно открыть. Они в принципе везде одинаковые для любого языка. Я столкнулся с заданием. Вот именно в базаре АРА. А объяснение таких на то. Пришлось поправить в кавычках. Посмотреть как... Ну они одинаковые везде. То есть шоу Pinsy, шоу Python, шоу Java. Синфекция одинаковые. Да. То есть ничего тут сверхукового нету. Хорошо. Это string. Мы его дальше рассмотрим в следующей неделе более подробно. Сейчас я вам хочу познакомить... Ну, неинтересно все, когда мы вводим сами, да? Интереснее было бы, чтобы пользователь что-то начал вводить. Вот. Можно создать... Рассмотрим с вами сканер. Сканер это тоже объект. Т.е. Как и string. Это ссылочный. Такая штучка. Объект у нас... Тот, кто умеет что-то делать. Как его создать? Создается он очень просто. Сканер. Сдаем ему какое-то имя. Зачастую можно даже назвать сканером. Идея вам даже подказывает. Сканер. New. Сканер. Скобочки. И в скобочках вы должны указать, откуда он должен считывать информацию. Если мы будем работать с консолью. Хотим, чтобы информационный отдел пользователь в консоль. Нам нужно здесь это указать. Указывается это так. System.in. Т.е. мы уже с вами видели System.out. Это когда вывод в консоль. А System.in. Это значит взять что-то с консолью. Открывается своего рода канал, который берет информацию из консоли. Сканер также может работать с файлами. Просто указываете файл. И он постепенно, переставляя каретку, считывает информацию с этого файла. Сканер. По поводу импорта. Смотрите. Сканер. Он уже написан в Java, в JDK. Вот если мы посмотрим. У нас тут есть external plugin, подключенный к библиотеке. Да? Мы можем свободно путешествовать по этим библиотекам. И вот есть наш сканер. Идея может его автоматически подключать. Вот он у нас лежит. Здесь как красный. Можем нажать, навести Alt-Enter. И он предложит вам импортировать сканер. У вас три сканера есть в вашей библиотеке. Вам надо выбрать правильный. Мы будем работать с тем, что находится в Java Util Scanner. Это можно сделать либо так нажавши. Либо можно самому импортировать. Что для этого надо? Ключевое слово import. И откуда вы хотите это сделать? Вы хотите сделать это. С пакета Java, в котором находится пакет Util. А там уже находится сканер. С точкой запятой. А сюда каким-то? Или выберите? Да. Наводишь каретку на сканер. Жмешь Alt-Enter. У меня import. Вот. Клейка от сканера. Импорт. Угу. Выбираешь. Все. То есть мы создали с вами какой-то объект сканер. Банальный. Представляем себе МФУшку, которая умеет что-то делать. Мы ее создали. Она умеет что-то делать. Что умеет делать наш сканер? Как это посмотреть? Мы обращаемся, говорим сканер по имени. Ставим точку. У нас появляется целая перечень того, что он умеет делать. да? Nueve. 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 Next in. therapist Sung. tässä chronicle. Next, next double. То есть что это означает? Он подключается к консолю. Да, это значит, что мы будем считывать информацию с консоли. Просто есть вариации считывания с файлов. Тут мы говорим, что мы хотим считать с консоли. Сканишь, да? Сперенавиди каретку на него. Нажми Alt-Enter. И что написалось? Внимание, камеры, кейлсы, 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 кейлсы. Лучше Java и field scanner тоже выберем. Есть? Нет. Оно было, когда я тут начинала пускать. Смотри. Пакет по scanner кейлсы не называем. или как-то по-другому. Это миша? Угу. Ну, вообще не надо? Да. Или пахта. Ага. Хорошо. Угу. 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 Просто ты не написала сканер, ты ссылалась сама на сигнал. Не очень правильно. Угу. Что он умеет делать? Допустим, я хочу прочитать строку, которую вел пользователь. Угу. Есть такой метод. Метод функция. Ужаве в основном функции все называются метод. Эти методы мы называем. NextLine. Что делает этот метод? Давайте посмотрим. NextLine. Он считывает стринг и возвращает его. То есть, если он мне возвращает стринг, мне надо его куда-то присвоить. То есть, я создаю переменную стринг. Называю ее, допустим, консоль текст. Сделаю вот так. В принципе все. Да. И давайте сделаем вывод на экран после этого. То, что мы считаем. Банально. Запустим нашу программу. Ну, тут все. Она работает, висит. Если тут красный квадратик, значит программа работает. Ее можно остановить. Давайте введем какой-то текст. Нажмем Enter. Вот он вывелся потом на экран. Единственное, что неудобно так видеть, что ввести пользователю, да? Надо ему какие-то подсказки давать. Поэтому подсказки можем расставлять SystemOutPrint'ами. Убить и текст. Убить и текст. Перестанем. Да. Сделаем вот этот print. Чтобы он принимал потом тоже. Угу. Ну, хотя по сути он будет и там и там принимать, ты знаешь? Не, ну, как будто красивее тогда. Ну, прочее. Раз. Все. Как можно еще поиграться с этим? Давайте сделаем так. Вдите имя. Нажмем переменную. Это Name. Видите, каждый раз мне надо менять Name. Шу-ху-ху-ху-ху. Если это сделать рефакторингом. Name. Я переименовал в одном месте. Переименовывается во всех. Либо правая клавиша. Refactor. Rename. Либо тут даже подсказка висит. Shift F6. Выделяю, да? Да. Ну, наводишь просто на него. Будет достаточно. Shift F6. Вот я выделяю. Так. Мы попросили пользователя ввести имя. Да? Да. А если я хочу считать какое-то число. Допустим, я хочу, чтобы пользователь ввел свой возраст. 1H. 1H. Давайте попросим сканера что-то сделать. Нам не надо создавать новый сканер для того, чтобы считать либо другую строку, либо число, либо что-то. Наш сканер умеет все делать. Мы можем поочередно делать все операции, в принципе. У нас же все операции поочередно выходят. То есть он сначала считает имя с консоли, потом он же сам считает какое-то число, возраст с консоли. Для того, чтобы считать возраст, число, есть метод nextInt. Возвращает нам int. Поэтому нам надо создать переменную. Как мы назовем переменную? 1. 1, правильно. 1. 1. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 7. 8. 8. 7. 9. 10. 12. 13. 12. 13. 13. Да, я убрал, чтобы потом было. То есть, по сути, как будет работать наша программа. Запускаем. Она спросит, введите имя. Я ввожу имя. Она спрашивает, введите в ворок. Ворок, в инвентарь. Вот видите, немножко слиплось. Можем подстроить. Хорошо, что... Ну, эта программка написана для такого до сознательного пользователя. Сейчас покажу пример ошибки время исполнения. Допустим, если я попытаюсь имя ввести число, все будет хорошо. Оно проканает. То есть, перевести число в строку, в стринг, без проблем все переводит. Любой тип данных можно перевести в стринг. Проблема с другим. Мы не можем с примитивными типами данных делать то же самое. Если я попрошу игроку возраста ввести какие-то буквы и нажму Enter, я словлю ошибку. Это ошибка время исполнения. То есть, во время работы уже программа. Программа у меня скомпилировалась и запустилась. То есть, в коде ошибок нет. Но у меня вылезла ошибка input mismatch exception. Вот она произошла в 14-й строке. Вот здесь. Почему так произошло? Потому что сканер ожидал получить число, а получил буквы. То есть, получил текст. И он уже не знает, что с этим делать, и поэтому выдает ошибки. Вы сами должны это как бы предусматривать. То есть, ошибки так и не выглядели. Ошибки можно ловить, можно их обрабатывать, если все будет проходиться, все будет разбираться. Но пока она будет висать какие-то программки какие-то сознательного пользователя, потому что вариантов разного ввода и хуйна. Ну, можете пробовать какие-то там более-менее такие ловушки ставить. То есть, как это вот все происходит. Сканер. Так же само можно будет double считать. Такое есть. Очень много данных. Ну, в любой тип данных есть свой метод считывания. Сканер, в принципе, есть ссылка на него в конспекте. Там все методы перечисления, все, что они умеют делать. Ну, еще более-менее будем его осматривать. Но вот это вот nextline, nextdouble, nextint, нам этого хватит. Сидим, что есть, если такого надо в вашем поставить, да? Ну, вот, например, там, где в скобках ты снимал принтеры, я, например, хочу, чтобы написал your name, который там. Да, вы спросите, или нет. А возраст на другой, да? Да, смотри, ты пишешь your name, ставишь slash n. Переупускаем. Раз, два. Так. И пробелочки еще тут надо будет собрать. И все. Слэш н должен ставить кавычки? Да, вон, внутри кавычек должен быть. А, так. Не, скажешь, а можно так самым идти с один username? Да. Не совсем. Если я поставлю пустую username, число, обычное значение у меня будет на другой строке. А, так. я его в отдельный, да? Я его в отдельный, да? Для этого можно сделать вот так, как еще. Ну, это как бы я покажу потом дальше форматированный вывод текст, более такой удобный будет. Хорошо, сканером познакомились. Потом некоторые математические операции мы уже прошли. Есть более сложные. Допустим, возведение в степень, рандомное какое-то число, генерация, рандомное число находения в корнях. Можно это все, конечно, продумать и написать, но уже добрые программисты написали и упростили нам жизнь. Как и с этим всем работать. Есть дополнительный класс в Java. Он называется класс Math. Математика. Он умеет делать математические операции, судя по названию. Допустим, у нас есть степень A, которая будет равняться 12. Я хочу возвести 12 в какую-то степень. Допустим, степень 2. Я для этого вызываю класс Math. Ставлю точку. Мне уже не надо создавать объект класса Math. В отличие от сканера, класс Math, он не требует создания объекта. Вы просто пишете название класса и в этом классе уже содержится набор каких-то методов, что умеет делать. В случае сканера нам надо было создать какой-то сканер, который умеет что-то делать. В классе Math мы просто делаем это все без создания объекта. Есть метод, называется Pal степень. Он принимает два числа. Число A и число B. Заметьте, что он написан для Double. Но если вы передадите туда Int, он его автоматически преобразует в Double. То есть это не страшно. Единственный нюанс, что он возвращать ответ будет тоже в Double. Поэтому вам нужно либо ловить, присваивать Double, либо кастировать другому типу Double. Но при кастировании тоже надо быть аккуратным, так как можно обрезать случайно. Допустим, я хочу A возвести в степень 3. А, просто через эти все выделаете и на выходе ловите. Я хочу, чтобы было в Унке. как оно подчеркивает Диолит. Просишь Int, но метод даете Double. Как мы это сделаем? Починем. Да. Окей. Я все знаю. Все будет хорошо, не переживай. Ну и проверим. Это будет 12 степен 3. 12 степен 2 я помню, но открыл 1728. Ну, степень можете указывать любую. Так, что еще нужно настроить? это не может стоять давать временем, да? Да, без проблем. Можно сделать 12 степен без сканер входить, а потом его легко. Да. Да. Без проблем. Что еще умеет делать наш класс MES? Класс MES умеет находить коль. Коль. выходим коль, вызываем S, S, Q, H, T, передаем какое-то число. я вот еще поиграем в зону обратно. Тоже на выходе получаем дабл, поэтому фиксируем кинг-пуг. Можно, в принципе, и в даблер ставить, но зачем тратить перерасходовать память в два раза? Так, B, 244, 12. Все отлично. Ну и третий такой метод, там в домашке будет включаться, MES random. Судя по названию, делаешь что-то random. А, это работает на с одним членом как обратный корень, да? Да. А есть на корень такой же такой же корень? Скорее, там метод не что-то да, там надо уже искать. Ну, метод класс довольно-таки большой, в целом методе. нужно открыть документацию, ссылочки есть и найти все, что нужно для потребителей. Random. Random помогает нам сгенерировать случайное число. А, можно? Да, диапазон создавать можно. По умолчанию он генерирует числа в диапазоне от нуля до единицы в таком вот виде. Помним круглые квадратные скобки со школьного материала, что вы изучали? Нет? Это означает, что от нуля включительно до единицы не включительно. То есть он генерирует число от нуля. 0, 9, 9, грубо говоря, период. Да? Хорошо. Давайте попробуем что-то сгенерировать. Тоже на выходе получаем Double. Double равным. Ну и хочу вывести этот рандом на экран. Измени его. Вызываю еще раз другое число. Еще раз другое число. Как задать диапазон? Сколько с начала замести уже такое? Допустим, я хочу, чтобы он генерировал число от нуля до 100. 2. Делаем такую штучку. Умножаем на 100. По сути, получаем вот такой вот вывод. если я хочу получить целые числа, мы это а? А тут уже есть такой нюанс, который значительно влияет на это все дело. Если я напишу так, я каждый раз буду получать 0. я генерирую число от 0 до единицы не включительно. Привожу это число в и когда мы обрезаем 0 целый и какой-то там остаток, мы всегда получаем 0. 0 умножаю на 100, получаю 0. Нам бы сколько взять матрам на 100? Да. Делаем так. Ну и в принципе все. Как сделать от какого-то диапазона до какого-то диапазона посуществить дома? То есть там можно напитами с... Либо сами придумываете, будет интереснее, что на что надо умножить, что к чему прикрессовать. Допустим в фруктах, например, просто так заказать нет. Надо что-то перемножить, надо что-то к чему-то прикрессовать, что-то это нет. Поэтому постарайтесь сами придумать, как сделать, допустим, генерировать число от 25 до 100. То есть не от нуля, а от 25. Ну, можно будет думать попробуете сделать нет, то гугл полностью как это делать. Не получится скажете я напишу. В домашке по-моему встречается генерация по-моему в принципе все. Класс смс какие самые основные то, что в домашке встречаются есть? А у нас тоже сколько это будет в домашке рамок? Ну, конечно, там есть в зависимости от времени и чего-то еще. В принципе все отталкивается. По поводу степени. Ну да, конечно, если мы хотим получить квадратно, проще сделать а умножить на а, да? Не надо вызывать какой-то там класс mess пол. То есть в квадрате. Если у нас там степень 5 или больше, то да, тут уже каждый раз умножать 5 раз чуть-чуть накладно получается. Поэтому тоже сотрите от того, что вам надо, что не надо. Ну и перейдем к самому такому более-менее интересному это Petition Statements условные операторы. Вот это уже начинается более-менее программирование такого своего рода искусственного интеллекта, который говорит либо то, либо то делаем. То есть блок схемы будет рисовать и Pelsen и Pelsen абсолютно верно. То есть программа может идти некоторыми путями либо туда, либо туда. В зависимости от того, какую логику вы построили. Можем рассмотреть с вами банальный пример. Допустим, давайте сразу на примере рассмотрим. Пользователь вводит имя и возраст. обрабатывается программой. возраст больше чем 18, то вывод на экран будет edal only. Но если age будет меньше 18, то вывод будет какой-то to yarn. Как это сделать? Давайте начнем вместе, а дальше я уже покажу синтекс, как все делается. что нам надо сделать? Первое, что нам нужно сделать это создать сканер. Не будем повышать данный с конца. Как мы создаем сканер можно сразу прикипить переменную нужно потом провести. Ну да. Стринднейм равно сканер? А, нет. Да-да-да. Нам нужен сканер. Тут назовем его sk. New сканер и пишем system.in даем понять, что мы хотим считать с консолью. А, и перейти он тут вообще пользуется сканером и даем вот вот он импортировался у меня сразу. дальше мне надо ввести name сначала пускай видео. Как считать имя? Просто показать next line не получается. Почему? Потому что он умеет делать только сканер. Чтобы он это сделал, нам надо сказать явно сканер, обратиться к нему по имени, по элементу вежливости. Обращаемся по имени, ставим точку и вызываем метод next line. Он считывает нам всю строку. вежливость. После этого мы хотим, чтобы был ввес видео. Тот же самый сканер у нас все делает. Нам не нужно создавать новый. Мы, конечно, можем создать новый сканер, который будет это все делать, но зачем выделять участок памяти еще для этого. Нам сейчас прочитают образ. Чуть-чуть непонятно будет все делать, если так запуститься. Пользователю надо знать, что ввести сначала. Поэтому просим его ввести имя. и возраст. Осталось теперь только просчитать это все и сделать определенный свой вывод. у нас есть два условия. Если возраст больше 18 будет такой вывод, если возраст меньше 18 будет другой вывод. Как это все можно сделать? Мы спрашиваем, говорим, если ключевое слово и открываем скобочки и скобочки скобочки я пишу условия открываю фигурную скобочку в принципе можете сразу открывать открывающуюся и закрывающуюся это блок схемы будет которая должна выделяться чем то она ставится на уровне свитом закрывается и внутри если кондишен труб тогда мы зайдем внутрь этого блока фигурная будет исполняться какая-то логика в нашем случае это вывод на экран если кондишен будет false то мы просто напросто не зайдем весь этот блок хода и пойдем по программе дальше да то есть что нам надо спросить внутри этого пифа больше равно 18 открывающая и закрывающая скобочка сразу ставим 2 ставим между ними курсор enter ждем чтобы потом не считать все эти скобки сразу открыли и закрыли и внутри не пишем если так вывод на экран подалки у нас возможных вариантов исполнения программы сколько 2 да больше 18 либо меньше 18 поэтому мы можем просто написать такое слово else condition уже не писать зачем нам condition если это правильно то мы зайдем сюда в любом другом случае мы зайдем в другую сейчас коль зайдем в else и в таком случае мы видим слишком мало Смотрите, можно вписать вот так А как правильно? Правильно ELS прислонить к первым закрытым копиям, да? Да Но оно более смотрится красиво И плюс вы видите, что это один блок кода Если вы зашли сюда, то ELS вы уже не попадете Но если вы не зашли, то ELS вы попадете То есть вы визуально представляете вот эту себе схему Давайте запустим программу Попробуем ее И все равно На слайде шел В случае если будет возраст меньше Двенадцать То я, по-моему, две тут он пишет, да? Или одно Любоник? Слишком юный Хорошо Хорошо Это два В случае если у нас будет три условия Как это оформить? Двенадцать Их 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 Давайте Давайте сделаем еще Какое-то Выражение Допустим Если больше шестидесяти То уже слишком ста Нельзя Чревато Для проблем с сердцем, да? Мы можем в этот блок кода Мы можем в этот блок кода Но ELSE мы оставляем Или нет? Да Да ELSE у нас в блоке существует Правильно? У нас, кстати, что случится с программой Если, например, мы укажем больше или равно восемнадцати Да ELSE не будет А мы делаем еще Смотрим Как все происходит Тут мы должны спросить Если Эйдж Больше Шестидесяти Да? Двидесяти Мы выйдем на экран Слишком ста А ELSE if Или нужно просто писать Еще Один Тогда это будет два разных блока кода Они будут выполняться независимо от того Да Смотри Два раз Рассмотрим Если не выполнился первый То ELSE if Выполняет второй Да А если не выполнился второй То ELSE Смотри Как можно написать? Можно написать там? Да Как будет программа исполняться? Мы идем сверху Ввели Name Age Допустим Ввели Age 75 Какой будет выводный экран В таком случае? 2 2 2 Я допустил Ввели 75 Кто может предположить что здесь будет 2 Я 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 то можно как бы else указывается либо один раз, либо вообще не указывается если не указали, то так и есть но если мы после if сделали еще один if, то это уже следующий блок кода он новый дальше как это выглядит на практике есть у нас age age смотрим age больше равно 18 south adult возвращаемся дальше в блок кода и тут уже смотрим age больше 60 либо что-то другое как оно выглядит то есть вот это вот явно мы else не указали но он существует мы заходим в блок кода спрашиваем возраст больше 18 да исполнили этот блок кода вывели edal прошли сюда и тут спрашиваем возраст больше 60 если да идем сюда и выводим там too old если нет выводим too young банальный пример банальный пример введем число 55 какой будет вывод на экран да идем дальше идем дальше что дальше происходит else too young все ну такое ломаная да чтоб такого не происходило можно это все соединить в один блок кода для этого мы уже будем использовать не ip а будем использовать else ip это нам позволяет сделать такую вот штучку уже тройную h больше равно 18 что именно пишет а можно быть со скобочками единственное что в таком случае будет происходить у нас тут будет блок кода будет не нет да а 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 что будет происходить в таком случае как будет работать программа вроде бы все будет работать хорошо но не все так хорошо как есть на самом деле давайте я уберу пока name они у нас нигде не использовались пока не а а а а а а какой будет вывод на экран если я введу 75 5 а как это исправить мы можем сначала проверить этот вот был тоже, да? а потом... все равно последовательно да, все будет последовательно мы же можем в одних скобках указать несколько условий, правильно? да, в одном месте не надо на втором месте мы не только указать на эти условия не подвести не подвести вот все вот немножко подвести и 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 в программировании, что вот это правильно, а это неправильно. Да, есть какие-то там ошибки, можно что-то красивее написать, можно что-то написать более грамотнее, но сама логика исполнения тут вы уже решаете. Как бы есть такие принципы в программировании KISS и Drive. Здесь оно в плане KISS, расшифровывается просто keep it simple stupid, не пиши код, то очень заумно, пиши просто и понятно, то есть не надо там придумывать какой-то велосипед заново, если что-то можно написать просто, напиши это просто, то есть если ты можешь написать в плане все в одном блоке if, как мы здесь написали, напиши так, напиши там тысячу этих if else, else if'ов точнее, чтобы запроможденный вход. Ну и второй принцип, это принцип Drive, переводится в шифровый спичный дом, repeat yourself, то есть не повторяй себя, но это мы уже дальше будем чуть-чуть рассматривать, вот этот вот принцип, когда будем писать свои методы, для чего это делается, если у вас есть какие-то дублирующиеся участки входа, то можете это как-то выделить отдельно, сократить в одну функцию, да, потом уже используете это, абсолютно верно. То есть не надо там что-то делать. Так, условия какие-то, и давайте поиграем с чем-то. Я думаю, что вы будете писать. Не, мне просто интересно. Одинаково, как говорят, математические последовательности операций, два раза, два раза, два раза, два раза. Ну и надо в нескольких местах ответственность сделать. Потому что они по-разному перемену определяют, как они создаются, создаются. Они создаются и существуют, пока существует эта функция. Как ты ее завершаешь, они не слегкаются. То есть вот, систематизм, как это все выглядит. Мы заходим, true, да, false, что-то другое вспоминаем. Else if, они помогают нам чуть-чуть расширить вот эти все кондишнеры. Первый if, если да, мы выполняем определенные действия и возвращаемся уже за пределы этого блока. Если false, проверяем второй кондишн, третий. Если есть else, выходим туда. Ну и так все вылетает. Есть еще такая штука, как оператор switch. Я его не даю на уроке, я его даю в домашнее задание. Хорстман, шилд, как видите, все описывают. В принципе, простой. Вот такой. То же самое, что if, else if. Только более такого конечного делит. Какой-то может быть не на условиях, а на кейсинге. Ну, допустим, какую-то менюшку сделать. Да, введите один, тот делается два нажмите, тот делается три. Чтоб не писать каждый раз else if. Можно все проще как себе и сделать. Ну, реально чуть-чуть локодичнее. Ну, я не говорю, что можно его использовать. Да. Правила использования if. Можно if использовать без фигурных скобок и можно использовать if без else. То есть это мы уже на прошлом примере смотрели if без else. Когда у нас было... Когда одно устроено. Да. Как использовать их без скобок. Если у вас ваше выражение, логика занимает всего-навсего одну строку, вы можете писать это все без скобок. То есть вот эти вот скобки, можно их обойтись. Малыши. Да, конечно. Вы можете так писать, а потом... Оп, я думаю, блин, надо ж... Еще что-то придумать. Раз. Все, у вас уже ошибка. Этот else вы не знают, кому переразаться. Потому что вы разделили... А он не скомпилирует? Нет, не скомпилирует. Если подчеркивать раз, надо все, что-то поператься. Поэтому да, можно так делать, но... Лучше пишите так. Да. И, ну, смотрите. Видите? Закрывающаяся скобка ифа под самим ифом. Вот так. Ну, оно более-менее на глаз воспринимается все. Правой дисплей не сделает. Если очень много исправлять, проверяйте себя, там, реформацию. Исправим. Исправим. По-моему, есть разные схемы исполнения написания. Некоторые пишут скобки, открывающиеся вот так вот. По-моему, JavaRat таким образом не дает. Это же ты замешаешь? Все в таком плане делается. Мне, честно, не нравится. Режет глазками. Так как она выглядит. Лишняя строка кода. Она практически пустая. Содержит только одну скобку или чем-то. Ну, всякие равные замечания сделают. Из-за этого... То есть, нет, не, как пишут, это уже такое... Ну, по JavaRat именно так. Я скину вам все принципы, как надо, все конвенции, что как именовать, что как писать. Там, почитайте. Ну, старайтесь писать, сразу переучать себя грамотно, делать эти восподства, чтобы потом не переучивать. Переучиваться всегда сложнее, чем переучки себе выработать. Ну, вот, то есть принципиально именно... То есть, я не буду... То есть, даешь код кому-то читать, принципиально это... Отличает, то есть, как гражданинская, да? То, что вы должны читать. Ну, смотри. Человек, который привык читать код так, он будет его медленнее читать, если ты не пишешь уже по-другому. То есть, вы должны выливать его... Да. То есть, особенно, если ты... подсказывать... Руки будут сами тянуться, еще и исправлять. Идея же сама расставляется. Правильно, практически сразу. Вот, смотри. Тут есть такая штука. Код Style. Его можно, как бы, дополнительные какие-то делать. Свои стили писать. И тут у меня стоит по умолчанию такое. Это Ctrl-Finder. Тут вы можете менять, как она будет выглядеть. Ну, это уже, как вы читаете. Как вам удобнее. То есть, входки я сброшу вам. Давайте рассмотрим домашнюю задачку. Уху-ху. Давайте вот. Пользователь вводит число. Вывести на экран его удвоенное значение, если число делится на 7 и на цело. Остаток отделения есть в утром. Так и запишем задачку. А остаток отделения можно в утром не выводить? Нет. А, можно... Возвращается на число. запишем половину Закрываем большей скоростью loner, вот 15. 2.3 Детict. Продолжение следует... Пользователь вводит число Что мы сначала делаем? Вводим число То нам нужен тот, кто будет читать это число Поэтому создаем свой скаймер Ключевые слова Ключевые слова подчеркну Выделяются жирным и синим цветом Их порядка 50 штук Все их выучим Это не сложно Систем.Инк Значит считываем из консоли Если выходит в число Надо сказать пользователю вводит число Вводит число Ну потом я думаю нам нужно будет Его в какую-то переменную Затекнуть да Переменную тоже выберем Number Как ее считать в консоли Все Так бы основная часть сделана Мы ввели число Теперь нам нужно вывести на экран Удвоенное значение Если это число делится на 7 На целом Как это сделано? Так как? Через 7 И правильно Что мы должны спросить? Если? Если нам Делится на 7 Равно 1 Тогда вывести что-то такое Делится на 7 Это все скобки и равно 1 Если делится на 7 Какое должно быть остаток Эдилеты? А скобки его не равняются? А скобки его не равняются? Ну отчетки не равняются Если делится на 7 А скобки не надо нам Ну можно, но может она на 7 будет сравнивать с нынешним или нет? Тут делается все слева направо. Тогда что мы делаем? На экран нужно будет вывести... В принципе все, да? Хорошо. А если пользователь введет 0? Конечно. Вот, смотрите, как бы программа... Я сам введет плюс 65. Нет, вот смотрите, программа. Введите число, ввожу 28 и все хорошо. Работает. То есть она работает... Нет, если ты введешь с плавающей точки, то оно упадет. Потому что ты ожидаешь получить инк туда. Можно сделать, конечно, сразу, чтобы был дабл. На всякий случай. А next double тоже будет? Или next dim? Вот и double. Next double. То есть можешь ввести даже не ставь точку. 25. Ничего не доказывает. 24. Ничего не доказывает. Видишь, не точится. Вот это подделение. На 7. Такой же. Если 24 поделить на 7. Ну то 3. Скорее. Ну? 3. У нас 21 державское показано. Серьезно. Хорошо. Хорошо еще можно сказать. Можем, видите, как с точки, либо без точки можно внести. Тоже ловко питание, 25,4. Тоже ловко питание, 25,4. Тоже ловко питание, 25,4. но остатка нет, он умножает его в набор, а по сути шволь-то нацело я бы не сказал, что он нормальный делится можно туда написать и и и и если набор 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 а это условие задом срочно все работает что еще можно сделать? что интересного? какой нюанс в плане расскажу еще про сокращенные и или как оно будет работать? да? сокращенный и выглядит в каком роде почему он сокращенный? если мы чуть-чуть больше места занимаем да? сокращенные и желтые а что нам надо, чтобы исполнилось это условие? ну чтоб ну чтоб выбылось на экран какой это выбылось должен быть здесь? ну может быть что по идее и и но второго нам надо, чтобы вообще высказывать вспоминать да ну как он будет? давайте вот оператор и если оба если оба то есть в случае если мы встречаем один пол тогда программа не будет работать так в таком случае это все будет происходить допустим я ввел число 24 24 делится на салат недостатка? нет да мы можем сразу вылететь зачем нам проверять эту часть кода равняется она или не равняется по сути если мы уже свылили один пол так вот если стоит один знак и мы зайдем сюда в любом случае даже если тут будет false хотя эта операция будет бессмысленная ну трата времени конечно это наносекунду идут но все равно она как бы учитывается но если на больших программах ну да если много в данном случае мы сокращаем нашу операцию в случае если мы натыкаем send false а перед ним уже есть холст и 100% в результате он тоже самое делается если мы встречаем первое true нам достаточно чтобы один из аргументов был круг мы встретили первый круг все дальше мы уже не смотрим нам уже все равно и для чего это нужно порой может спасти как это сделать не отъем сейчас дам такой небольшой пример чтобы он с этих тестов встречаться подъем 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 Удалитель Удалитель Вставим Поставим Вот Удалитель Ставим Мы спрашиваем, есть ли девайзер не равняется ввиду и салари мы можем поделить девайзер больше 15 ввиду Ввиду салари на футболе ввиду салари ввиду салари Ну, такая бесполезная, конечно, вещь, но цена не будет. 25, да? Хорошо, что так работает, что так работает. А что будет, если тут все-таки встретится этот 0, да? Дивайдер равняется, ну, мы сюда не заходим, в принципе, можем сделать даже вывод на экран, чтобы было понятно. Ну, хотя, в случае, если тут это сработало, то же вывод будет. Хорошо, а если будет обычный операция? Сделает эту операцию, правильно? Да. Что получится? Что мы получаем, когда делим на 0? Кстати, может, упадает программа. Он пишет деление на 0. Как бы вот такой банальный пример использования вот этих вот сокращенных операций и или. Да, оно может использоваться крайне редко, может его вообще никогда не использовать, но стоит знать, для чего он существует. То есть он не просто так, чтобы соприкупить, порой он нужен для того, чтобы не зайти в какое-то там место, где можно сказать, что тут ошибка. Если вот вам пример. Если тут false, мы сюда не заходим, и деление на 0 не происходит. Это по поводу области видимости переменных. Я могу внутри блока создать переменную ирт-а, свой и влучение 5. У нас в блоке нет. Да. За сколько? Здесь я как, доступиться не могу, она не существует. Тут как бы все очень просто, я даже не знаю, как это назвать. У нас есть, допустим, какая-то компания, есть какой-то босс большой, да, есть свои отделы. Про боссы знают все. То есть заново создать боссы здесь или здесь будет как бы сложно. Тут есть какие-то свои сотрудники, они в принципе могут дублироваться как бы и здесь, и здесь. Вот эти все блоки кода, какие-то отделы, они между собой никак не взаимодействуют. Они взаимодействуют только с внешней средой. Если переменная была создана во внешнем блоке, в самом классе, то создать ее внутри блока кода уже заново нельзя. Но если вы ее создали внутри вот этого блока кода и пришли из него, то дальше в классе вы ее снова можете создать. Но потом уже снова ирт-длироваться она уже не сможет. Как это еще? Что у нас там есть? У нас есть там. Вот этот результат. Да. Мы его уже здесь создать не можем. То есть нам надо его будет создавать здесь. Но если мы создадим как-то у нас было а, мы его снова можем создать int-a или 1.6. Оно не ругается. А вот создать тот же result уже будет не так. Он говорит, нет, нет, ты уже создал переменную result. Ну, вот это вот нюансы. Что еще можно встретиться? Ну, вот эти вот интересные. Последние цифры. Посчитать, сколько раз встречается с симпл-крат. В заданном диафазоне. Обратите внимание, что число должно быть по условию трехкратных. Ну, три цифры содержат себе. Ну, для того, чтобы посчитать. Просто мы с вами циклы еще не разбирали. Если вы как бы в цикла чуть-чуть нормально мешаете, читали, то попробуйте вводить любое число праздников. Двух, пяти, десяти, вот так вот. Без цикла будет сложно решить эту задачу. Если заранее не значит, то число должно быть трехкратным. То есть, должно быть. В пределах от 100 до 999. Тогда нужно посчитать количество в этом числе цифр 5. Только их три. Да, вот если 400... Не, не, не. Смотри. Это, наверное, не ли сумма числа, а ли сумма числа? Не, не, не. Вот величие 435, да? Она состоит из трех цифр. 4, 3, 5. И трех символов. Да. И тебе надо сказать, сколько раз символ 5 встречается в этом числе. В данном случае он один раз включается. 435. Ну, можно им предложить на шорфы? Ну, не на шорфы. А это не на цикл? Нет, в этом условии мы знаем, что число трехкратное, и поэтому нам цикл не нужно. То делается все без цикла. Я думаю, что здесь нужно перейти не в цикла, а в числе и найти этот символ, и найти этот символ, если он есть, присутствует уже там, тогда вот. Да, абсолютно. Разбить на символы и проверить каждый символ. Да. А как разбить, надо будет подумать. Нет, я не предвидите, но я сам больше боялся именно вот этого. Она чем-то сходна с предыдущей задачей. То есть, если справляетесь, все будет, я вам скидываю чуть-чуть больше, со звездочкой, там чуть посложнее будет. Там что еще такое будет? Эдишину. Эдишину это как-то сложнее. Посложнее будет. Я просто. Думаю, вроде, правда. У меня какие-то вопросы, которые они не говорят. Я не сказал, что по узкоплодненные, да? Ну, я бы не сказал. Они все, честно-таки, более-менее однотипные тут. Вот если вам легко отдаётся, реально пишите, пишите, просто тратите время на то, чтобы писать код, пишите мне, я вам дам сложные задачи. А, там что-то про меня, правда, была актная такая, даже стульбург, штамп, а не инклюзивная. У вас есть скорость расстояния. За какое время вы приедете в фунт размещения? Это, я бы сказал, что я зубочек. Все, то есть. Ну, старайтесь, ну да. Если сложно, пишите, так, как это, ну, чем больше пишите, тем вырабатываетесь от автоматизма, от этих ошибок. А, боже, это интересно, да, что известно две скорости. Одна километра, вторая, не так, секунду, какая из них будет. Кому надо ввести? А? Или это надо и вводить? Нет, вводить всё. Всё пользователь будет. Это известно. Или нет, всё придумайте. Если чисто не указываете какие-то, да? То есть, просто снимать автоматическую операцию перевода измерения на секунду, а потом и сравнивать. Абсолютно верно. Можете это делать либо через сканер, либо можете сразу переменные создавать. Главное, чтобы вот эта логика исполнения работы не исходит. Ну, вроде бы, вроде бы, всё такое. Ну, всё вроде прошло, да, в этом плане? У нас в следующий раз будут циклы, массивы. Ага, термарный оператор. Термарный оператор я вам расскажу в следующий раз, когда вы, ну, уже всё как раз. Когда вы чуть более-менее забьёте руку в домашке с ифаналсом, покажу, как это можно всё проще и лаконичнее сделать. Ну, я уже пекрашиваю, всё это вот пришёл. Да. Продолжение следует...